В Беларуси я пыталась стать учительницей, мне не дали. Обоснование было мой цвет волос. И я пришла в райно и мне сказали, вы не можете быть учителем, у вас красный цвет волос. Я говорю, мне проблема поменять, вам надо переучиваться. Переучилась и была в последствии бухгалтером в казино. Я когда пришла на выборы, даже моего имени не было в списках. Он говорит, вы можете идти. Я говорю, нет. Это уже был вопрос принципа, я никуда не пойду, что это за отношения. Я добилась, я проголосовала, то есть с белой ленточкой. Всем понятно, как я за кого голосовал. У меня уголовная статья, участие в массовых мероприятиях. Я выходила, нас снимали постоянно на камеру. В один прекрасный момент на пришли, выдали повестки. В достаточно грубой форме. Я пришла, меня допрашивали где-то около двух часов. Ну, благо, тот, кто меня допрашивал, он был моим одноклассником. Он говорит, вы не победите. Я говорю, молчать мы тоже не сможем. Тут уже вопрос не победит, вопрос того, что мы говорим. Это неправильно. Геноцид собственного народа, мы вас кормим. У меня уже у дочки, я когда последний раз приезжала, мы идем вместе, я говорю, живее Беларусь. Она говорит, мама, пожалуйста, тихо. И у нее слезы на глазах. Это уже до такое дошло, что ребенка зашугали. Когда я последний раз была, стучится милиционер, спрашивает, где мама. А мама прячется в туалете. Это была чисто случайность, это не было выбор. И так, чтобы когда-то целенаправленно я сюда хотела, нет. Я не могу так сказать. Тут приехали мои друзья из Америки. Я им объяснила всю ситуацию. Посадили, говорят, ну давай, как-то выходите из положения. Открыла Фейсбук, нашла работу. Это была овощная фабрика. Ко мне относились там очень хорошо. Никто никогда не обидел, я никогда не слышала, что кто-то наповысил голос. То есть мне действительно там работа очень нравилась. Вот так как я понимала, что у меня виза заканчивается, мне надо как-то легализоваться. И я в Тераполь. В Тераполь начинается процедура беженства. Я прошла все интервью. Дальше по процедуре я попала в свой лагерь. Это наша столовая, где можно в любой момент попить кофе, чай. Там за стойками находятся работники КО в рабочее время. Можно задать вопросы по твоему процессу, как, что происходит. То есть они там находятся, где в любой момент можно проконсультироваться. Можно билет надо куда-то или еще что-то. То есть полное обеспечение, полностью забота. То есть оно без агрессии, никто тебе не будет, что ты что-то попрошайничаешь. Это все действительно очень просто, очень сочувствие. Ну просто это до слез, Саш. Вот график, когда мы приносим грязную одежду, вот когда забирают. И все очень просто прозрачно, где мы отдаем компании, ну то есть клининг. И они потом привозят вещи. Здесь медицинский центр, где мы можем приходить к доктору. То есть в случае, если там что-то, то они дальше отправляют, допустим. Если какая-то операция, они уже направляют. А так, допустим, какие-то там обезболивающие простые. Вот терапевт вот здесь. То есть спускаешься, то есть какие-то вопросы, и дальше тебя направляют. Дантист или куда-то. Дважды в неделю я провожу аэробику для жителей хостела. Я отучилась. Это спортконтейнер, где я использую инвентарь для своих тренировок, чтобы провести тренировки для населения отеля. И то есть каждый вторник и пятницу использую, и занимаюсь спортом. В случае, если моя процедура будет позитивна, я получаю жилье, я получаю право на работу, я получаю какие-то соцпакеты. То есть, грубо говоря, когда я подавалась, я даже не рассчитывала на это. Мне надо было просто легализоваться, чтобы это было все на законном уровне. Но те бонусы, которые предоставляются дальше, скажем так, у меня даже какое-то стеснение, неловкость их брать, потому что мое государство, оно не могло предоставить мне то, что оно мне положено. То есть я всегда работала на двух работах. Короче, вот этот вот бред, который у нас, абсолютно незаконный, дискриминационный, дискриминация собственного народа, то есть где у нас льготы и какие-то преференции получают только работники Белого дома и власти, власти имущие, а простой народ никто ничего не получает. Когда ты приезжаешь в чужую страну, она предоставляет тебе больше, чем необходимо, это, конечно, трогает. Мне бы хотелось видеть свободную Беларусь. Я не хочу больше видеть плачущих матерей. Я не хочу больше с собой плакать и переживать, что с моим ребенком. Я не хочу, чтобы больше моему ребенку задавали, где мама и почему мамы нет. А раз ее нет, значит, она плохая мама. Логично же судить, да, это правильно, мамы нет, она плохая, она оставила бабушки. Но никто же не понимает до конца сути вопроса, что ребенку, наверное, лучше, когда мама за границей, чем она в тюрьме. Крыки, кройте милицы, после взламывания дверей, погрозы, значит, со физической расправой, потребования капелек на подлогу, кайданки на руки, электрошокер. Так, слегонца, тычки в грудь, так самое, так, слегонца. Формально они меня забрали за перопост в 20-м годе, аудио ролика на ютубе. Где в заголовке звучит оскорбление одному из сотрудников Брестской милиции. Там, где милициян по справах неполногодовых, матом, проскоженное слово мат, разговаривая с двумя школьниками, которые делились в протестах в Бересте в 20-м годе. Отец был бы уже в стране, понимаешь, если бы не милиция. Был бы пи***ть в стране, бля. Если вы думаете, что вы будете пи***ть нас, бля. Наши семьи, что хер вы угадали, ребята, понимаете? Ухи***ть быстрее тут пол страны, которая против нас. Ну, и гэтый пост подписан Савковой быдла. И вот за слово быдла они меня погрожали двумя годами колонии. Але было бачно, что они увидели, что я журналист. И тем, как я там шмат працавал с Радой Свободы, и втекал Радой Свободы наиперше. Вымошены были выехать из Беларуси нелегально. Там целая история, когда-нибудь ее можно будет рассказать. Па куль все ж таки просить людей, байсов меня конкретно допомагал выбраться. Организация. Они просить не разповедать па кулищам. Я живу на Джарщине. Это Батуми, Кабулете, Гоню. Я живу на 60 километров с дружи Чорного моря. Мне подобается климат. Мне подобается ставление грузинов до приезжих, приватности до беларусов. Грузины, как и беларусы, вельми дипломатичные. Наверное, когда мужчина хочет показать, что он крутой джигит, он никогда не будет этого работать с коштом принижения когось другого. Мне просто вельми подобается Грузия с детства. Семьи годов я первый раз трапил. Крыху на полночь от Джарри. И в Батуми я буду тадыш первый раз. У меня вельми чудовный тут контакт с местовыми. Я вельми люблю моря. Прагулка вдоль моря для меня – это просто обвязок перед моим организмом и перед моей психикой. И тут я нервовую систему свою вельми добро подлякавал. Вдя кучу моря. Я летал в Варшаву летку 2022 году. И это нам маленько народимо, потому что то есть шерое крыльцкое небо. Все працуе, интернет працуе, транспорт працуе, что в Грузии не завжды бывает так четко, как у нас. Но я все равно вертался в Грузию, потому что тут ты сейчас находишься, я был кино. И для творчого человека это на самом речи вельми классно. То есть ты постоянно отримуешь некие позитивные уважения от природы. Не забывай, морская джарь – это субтропики. Беларусь 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 Грузины добрые до вас не ставились, они до вас ставятся, как до гостей. То есть вы сюда не можете интегроваться в грузинское громадство. Наверное, когда вы тут народитесь. Ну это специфика такая, что традиции, семейные кланы и все остальные, ты в их не впишешься просто. А либо при этом неудобно ставятся. И кому мы собираем с Грузинами, либо при этом мы вельми мощно организованы беларусы. И мне это вельми подобается. Я беларусы центристическому человеку. Я хочу пожить на хуторы, я еду в Кабулете. Это невеликий городок, 15 тысяч. У них сезон – это абсолютный хутор. Хочу культурного житца, значит, я снова в Батуме. Некий каворкин, некий исторический клуб. Несколько дней назад у нас была дата 8-го вероятеля. Это день битвы по двору. Есть клуб для детей, есть клуб для дорослов. Постоянно приезжаю в Сбилиси. Недавно Малеваныч приезжал в черговый раз. Я тут вижу разных поэтов. Я вижу папу босс со своим диджейским проектом. Тут есть свои психологи, психотерапевты, слесары, сантехники, электрики, компьютерщики. Тут практически полный цикл сервиса, необходимого для того, чтобы жить. И все это в Беларуси далече. Праца моя связана с журналистикой, с публицистикой недокладной. Ось аллической журналистикой. Как там котик наш поживает? Доброе. Доброе поживает. Ось есть праца, есть шпацер, есть выучение Грузии. Я вообще не удивлюсь, когда в разный час уже начну вести экскурсии. Тем более, что у меня есть такая практика в Беларуси. Потому что это мая доска. И для творчества у меня столько материала, что просто сидеть, асенсовывать и начинать делать накиды для новой книжки. И про Беларусь в 2020 году. И уже видать, и треба на наступную про Беларусь в Грузии уже писать некие нарисы. Я работала в госшколе. Человек пришел в школу. Она захотела дать своего ребенка в первый класс. И она сказала только, пожалуйста, не к этой, потому что она фашистка. Мне просто сказали, такая-такая ситуация. Ну вот, давай мы сейчас по соглашению сторон. Ну мы не можем больше. Ну ты же нас пойми. То есть это просто мне дали подписать и все. Я пришла, забрала трудовую книжку. Долго я терпела, чтобы уехать. Больше года. Очень меня цепляла и трогала вся ситуация, которая происходит. И, ну честно признаюсь, мне просто стало страшно в какой-то момент. Я когда вижу глаза людей, я вижу, что им нравится. И мне от этого еще круче. Когда я слышу классно отлаженный звук, когда мы втроем клево звучим, это вообще вот самое прекрасное, что может быть. Путь ко мне, мой милый дружок. Это, ну, самая крутая профессия и работа. Если бы это было прям такой вот всегда работой, это супер кайф. Был очень интересный состав. То есть для меня красивая музыка, качественная, красивые голоса, тембры, тексты. Для меня это супер важно. Я бы не могла, не смогла ни за какие деньги петь то, что мне скажут. Вообще никак. Мы хотим работать с народной песней. У нас даже есть уже расписанный проект, в котором мы хотим поездить по Польше. Может быть, не только по Польше. Для белорусов такая вокальная терапия с помощью белорусской народной песни, которая будет приурочена к обрядам, к каким-то порам года. Это может быть как чисто женская, такой женский какой-то ретрит. Либо это может быть семейный, это может быть детский. То есть мы уже расписали такую разную программу, где мы можем как бы поделиться своими умениями, своими творчеством, своим творчеством, своими знаниями. Я работаю с голосом, Вероника работает с телом. Настя, например, рассказывает про обряды, учит песни. Мы хотим как бы заняться такой вот штукой. Поехали. Раз, два, три, четыре. Записали мы песню в Берлине, и здесь сейчас во Вроцлаве снимаем видео. Делает нам анимацию прекрасная художница Александра Коновальская, которая и рисует, и песком это все делает. Будет что-то невероятно красивое. Мы сегодня снимали, и половина съемок мы такие, просто глаза на мокром месте. Мы последний раз записывали клип в Беловежской пуще, там где жила наша Настя. У нее там была очень крутая усадьба, посередине леса, болот. Вот представьте, как из этого места уехать. Но тоже они уехали всей семьей и закрыли все. Собаку свою любимую отдали друзьям, потому что она лесная собака, которая не может в помещении вообще находиться. И вот мы там снимали свою купальскую песню. Нам там спела бабушка. Там жили две бабушки на этом хуторе в Залесе, в этой деревне. И бабушка нам там спела в этом клипе. И когда вышел клип, эта бабушка умерла. И это получилось такое, как бы клип для этой бабушки. Я замуж выходи, эй, чем не ждать, эй, 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 замуж выходи. В любой сказке вообще всегда должно добро побеждать зло. Но я в это верю. Свято уже очень долго, и я хочу в это верить. Чего они стоят на новом месте нашим героям? Что им там подобается, а что не? З якими стереотипами про беларусов они сутыкаются? Откажут уже зараз. Безумно. Я по кулище не сумую, потому что я в 8 месяцев, как я выехал, это стан подорожника. В беларусах. В новом месте мне не хватает беларуской природы. Я вельно люблю байдарки. И с собрами на байдарках по Беларуси, это ты больше нигде такого не знайдешь. Забота, отзывчивость, доброта. Мне подобается коммуниковать с грузинами. Яны деликатные в коммуникации люди. И я хамство тут не сустрыкал, практически не рад. Нет такого. Грузинское ставление до своих певных обязательств. Потому что, когда у нас сломалась электричность, то решти-решти я обремонтовал Беларусь. Коммунистическая страна. Путин. Все-таки нас, да. Бывает, это же заставляет нас политикой. Стереотипы про Лукашенко, что он крепкий хозяйственник. Все-все-все. Вся крылья, которая в его руках, она проходит мимо людей, которые тут живут. Ну, а прочь молодых. Молодые разбираются. Новый взгляд, как должны жить люди. И что у них есть право и свободы. И что это право дано Богом. Проезд мне дал колоссальные новые мощности. Мы с женкой просто переживаем другими былый месяц. Столько позитивных новых уражений. И мы ими делимся один за одним. При смене власти. Верь мне просто умолок, или изменение сдымается. Обвинувачивание по криминальной справе. Подозрение по криминальной справе. Счастья, сил и безопасности вашим родственникам. Я ожидаю тривалости. Потому что мы все равно переможем.